всем привет сегодня готовлю грузинский сациви ни одно застолье или новый год не обходится в грузии без него что нам для начала нужно у меня куриные окорочка вы можете взять целую курицу так у меня здесь где-то штучек 5 вот таких вот не разрезанных если будете варить то лучше бульон варить из целой курицы не разрезанный так у меня грудки но это я для салата просто для бульона положила как раз от нас тоже вкус бульону все поставим вариться как только появится пена я эту воду солю и по новой поставлю чтобы был чистый красивый бульон появилась пена эту воду выливаю буду промывать мясо и по новой ставить вариться уже на медленный огонь мясо промыла переложила более удобную кастрюлю там было тесно наливаю уже кипяченую горячую воду воду наливать надо так чтобы покрывал значит окорочка или курицу но не сильно много нам нужен такой хороший насыщенный жирный бульон обязательно немножко соли чтобы бульон был вкусный сюда одну лаврушку лук кусочек и несколько горошин черного перца убавляем огонь на маленький чтобы бульон был прозрачный закрываем крышку и ждем пока сварится окорочка а пока приготовим остальные ингредиенты и итак у меня тут грецких орехов 300 грамм орехи должны быть желательно светлого цвета и без горечи чтобы сациви получилось у нас вкусное дальше 3 зубчика чеснока кориандр 1 чайная ложка узхосунели это пажитник 1 столовая ложка такая с горкой я взяла еще пол чайной ложки хмели сныли тут она даже 1 чайная ложка без горки получилось щепотку черного перца щепотку острого красного перца и как всегда моя любимая куркума придаст приятный цвет и аромат нашему блюду теперь для начала мне нужно измельчить эти орехи то есть пропустить через мясорубку на мелкой решетке два раза подряд нам нужен нужно чтобы орехи отдали свой пустили масло вот такое совсем кашеобразное было поэтому пропускаю я через мясорубку два раза и так пропущу потом продолжим пропустила я орешки посмотрите вот он такой вот остается след масляной вот таким он должен быть но для меня этого тоже мало я еще погружным блендером измечу так чтобы вся масса была однородная здесь у меня остывает бульон здесь вот сейчас нарежу эти ножки бульон должен быть теплый но не обжигать то есть не горячий но и не холодный теперь мы наши сухие ингредиенты все добавляем вставляем к орешкам сюда же пропускаем число если приправы будет мало буду смотреть в конце я чуть-чуть добавлю теперь буду измельчать блендером добавлю сюда немножко бульона бульон добавляем понемножку пока хватит бульон добавляем и вот измельчили мы бы блендером теперь консистенция получилась получше помельче теперь добавляем еще бульона нам нужно сделать консистенцию пожиже чем допустим вы бы хотели чтобы она была потому что пока она будет стоять в холодильнике она еще загустеет смотрите я сюда жареный лук не добавляю потому что жареный лук если вы заметили в некоторых рецептах есть жареный лук там он весь вкус сацеви меняет у нас тбилиси допустим обычно не добавляют но насколько я знаю наши родственники знакомы никто не добавлял но есть которые добавляют и он весь вкус меняется циви так вот знайте вам лучше сделать если вы захотите с жареным луком отдельно чуть-чуть попробовать если понравится уже потом добавлять я лук добавила в бульон чтобы он как бы придал свой вкус а сюда уже не добавляю посмотрите кажется что она жидкая но она еще загустеет попробуем попробуем на соль и на приправу соль и мало а приправ нормально все соус готов берем значит либо эмалированную посуду либо стеклянную либо вы можете сразу положить в ту посуду которая будете как бы подавать раскладываем мясо я мясо нарезала очистила от кожи но косточки оставила потому что я так больше люблю для меня это как щелкать семечки или есть уже очищенные семечки мне так больше нравится сверху поливаем соусом мешать это блюдо нельзя поэтому нам надо чтоб соус попал везде вот так вот посмотрите какой цвет красивый можно прям в этой же посуде и подавать я вот так вот закрываю и кладу в холодильник сейчас вот на всю ночь оставлю если вам на вечер надо можете сделать с утра там хотя бы 5 часов 7 8 сколько вы сможете на ночь можно с вечера сделать чтобы он настоялся там все вкусы должны смешаться чеснок и приправа должны отдать как бы свой аромат орехом вот так вот и мясо должно пропитаться этим соусом вот такая вкуснятина у меня получается кушается с отцеви руками поэтому смысл очищать от косточек если все равно руками кушать до пачкаются руки но так вкуснее поверьте ну а у меня все надеюсь вам все понравилось пока пока пока